Семьи школы, которые начнут работать в формате дистанционного обучения, активно готовятся к новому учебному году. Основными вопросами повестки дня являются санитарная безопасность детей, которые будут обучаться в штатном режиме, методы онлайн-обучения и системы оценивания учителей, а также другие механизмы формата дистанционного обучения. Главное – это безопасность детей и учителей. Следующий видеоматериал о нововведениях нового учебного года и подготовке учебных заведений. Новый учебный год начнется нестандартно. В связи с эпидемиологической ситуацией вопрос безопасности школьников и учителей стоит на первом месте. В дежурных классах, открывающихся для работы в штатном режиме, будет строго контролироваться соблюдение санитарных требований. Это включает в себя ежедневное измерение температуры всех участников учебного процесса. В случае повышенной температуры либо признаков заболеваний, учителя не будут допущены к работе, а школьники будут возвращаться домой. Предусматривается вопрос, чтобы был ступенчатый режим начала занятий и ступенчатый режим перемен, чтобы учащиеся не встречались во время перемен разных классов, а обучались в одном непосредственно классе и общались на протяжении всей смены только с учащими со своего класса и с учителем. Учитель также не имеет права переходить из класса в класс, уходить в учительскую, пока дети находятся в школе. Кроме этого предусматривается дезобработка. Одно из изменений предстоящего учебного процесса – свободная форма. Ученикам начальных классов не обязательно приобретать школьную форму. Главное, чтобы одежда была в классическом стиле. Это делается для того, чтобы не нагружать родителей в этот непростой период. Что касается формы, в этом году в приказ министра были внесены изменения. Форма одежды сохраняется. У нас на 8064 учащегося из малообеспеченных семей приобретена школьная форма и обувь. Поэтому, я думаю, ребята смогут ходить в такой форме одежды. Ну, а кто не успел приобрести, достаточно опрятный вид, опрятный деловой стиль в одежде. Вместе с этим дежурные группы открываются и в детских садах. Здесь количество детей ограничено. В настоящее время готовятся специальные методические разработки для дистанционного учебно-воспитательного процесса малышей. Дежурные группы открываются не более 15 человек. И по желанию, по заявлению родителей. С 1 сентября будет возможность для желающих посещать дежурные группы в детских садах. А кто не хочет ходить в детский сад по какой-то причине болезни, ослабленного здоровья, будет возможность заниматься дистанционно. Педагоги-воспитатели детских садов готовят занятия для детей. Для дистанционного обучения занятия будут также проводиться непосредственно через систему видеосвязи. Для этого родители должны обеспечить детей компьютером и интернетом. А детям из малобеспеченных многодетных семей, опекаемых и имеющих инвалидность, соответствующее оборудование выделяется со стороны государства. Их список будет определен и представлен родительской общественностью каждой школы, сказали в отделе образования. Некоторым учащимся в период дистанционного обучения будут временно предоставлены школьные компьютеры.